Лида Блинова С Рустамом Хальфиным Лида Блинова Познакомилась в 13-14 лет В изобразительной студии Дворца пионеров Ее первая художественная практика по дереву Началась в мастерской известного скульптора Исаака Иткинда Депортированного сталинской политикой в Казахстан Лидия работала на художественных фильмах Известного советского и российского режиссера Сергея Бодрова-старшего В его фильме «Затюканный апостол» Над декорациями с известным казахстанским художником Павлом Зальцманом А в его фильме «Непрофессионалы» В 1985 году работала художником по костюмам Лида делала кукольные детские спектакли Экспериментировала над малыми формами с пластиком Делала дизайн тканей В 1970-1980 Была одним из организаторов И участников алматинских квартирных выставок Группы последователей системы школы Стернга 80-80-х годов Все члены этой группы имели архитектурное образование Лида Блинова, Рустам Хальфин Аблай Карпыков, Борис Якуб Блинова входила в группу следователей Известной и культовой фигуры Алана Медоева Археолога и исследователя палеолитического периода Петроглифов, скульптуры цивилизации намадов Казахского декоративно-прикладного искусства и архитектуры Она участвовала в его археологических экспедициях, зарисовывая находки В 2011 году ее работы экспонировались на выставке Между прошлым и будущим «Минус 20. Археология актуальности» В музее Костеева Алматы Умерла 4 марта 1996 года в возрасте 47 лет Смущенная, полосатая, маленькая, в страстях послушная Я выжимаю тебя из себя, как оставшуюся пасту из тюбика Я могла бы стать вечным сфинксом, монолитом терпения и любви А стала сморщенным кусочком бумаги, ожидающим ветра на асфальте Я... моя Лида проросла сквозь меня Моя Лида стала частью меня Я открываю доступ к Лиде Блиновой Я открываю доступ к Лиде Блиновой С Лиде Блиновой я познакомился 2 мая 1975 года То есть это был день рождения Бека Норбековича Ибраева Он позвал меня в гости, сказал, что придут двое друзей Мы готовили плов с ним И пришли Лида и Рустам Вот я тогда первый раз их увидел Такие молодые люди И Беку не было тогда 30 лет И им тоже не такие стильные В джинсах, водолазках Продвинутая интеллигентная молодежь Мне было 18 лет Я, конечно, просто обалдел от такого знакомства Они разговаривали об искусстве, о серьезных вещах Вот это куша развесил, рот раскрыл, сушил Вот, и в какой-то момент мне показалось Да, что я сильно до их уровня не дотягиваю Мне дали адрес дома, находящегося в самом центре Алматы Где-то здесь живет крестный отец казахского искусства Рустам Халферс Он живет в квартире номер 56 Это были, во-первых, ты заходишь Такой был небольшой коридорчик Обычная такая квартирка небольшая Панельного домика И на двери, на стеклянной этой витражной вставке Висел плакат Малевича с коровой Потом на стенках, в общем-то, там все было так сделано Как в выставочном зале То есть деревянные вверху потолка были рейки прибиты И они свободно вешали свои работы Все стены были усыпаны какими-то изречениями И вот одно из них, оно мне как-то запало Удел зеленых птичек питаться С конопляными семечками И ве гнездо на груди железного человека Он перенес два удара Но даже они не смогли его остановить Разве могут какие-то два удара остановить северного варвара? Есть простое человеческое слово Обычное, любовь Любовь Они встретились еще, когда во дворец пионеров рисовать ходили И она говорит, я его так терпеть не могла Такой выбражулистый парень был Я так хотела ему банку с красками на голову уронить А потом они оказались вместе в архитектурном институте И он к ней подходит и ей так высокомерно спрашивает А как вы, девушка, относитесь к импрессионистам? Это был конец 80-х Где-то 87-88 годы Все это было связано с Назипой Которая пришла к нам преподавать историю искусств В Жургеневку, где я училась на тот момент И, конечно, Назипа постоянно на ее устах Были имена Аланы Медоева Лиды Блиновой, Рустама Хальфина Вообще, это одна из самых странных пар Из художников, которая была в Алмате В те времена, эти состояные, серые, тягучие Как мухи в янтаре, все остывшие Вот знакомство с этими людьми, с этой парой Это было просто как глоток свежего воздуха Это было действительно счастье И мы начали занятия проводить Уж там исследование на дому, в квартире Маленькая квартира, двухкомнатная, оперативная В доме, где жили архитекторы И со временем пришла идея Очевидно, это ее сослуга, я думаю Она была идейным вдохновителем Причем очень ненавязчиво, скромно Без, так сказать, явных таких указаний Она очень деликатно делилась Как бы своими пожеланиями Которые оказывались очень нужными Выставку первую мы сделали у них дома Была посвящена, как здесь написано Была посвящена столетию Михаила Ларионова Это каталог сам издатовский, который мы сделали вместе Я сделал обложку Лида написала небольшую лицензию И каждая страница была посвящена одному автору Выставка называлась «Выставка четырех» Рустам, Лида, Аблай, Карпыков и Борис Евгук «Ваш покорный слуга» Эта выставка прошла в квартире Куча фотографий здесь Было очень много народу приходило Причем совершенно незнакомого и неизвестного И наши друзья-архитекторы И театралы, и актеры Друзья друзей И были совершенно незнакомые люди Которые просто слышали и приводили И это даже нашло свое отражение Мы с Лидой работали в Кипроходе на одном проекте В Алма-Ате В планировочной мастерской Эксперментальный район Самал И там в первом отделе мастерской Это секретный отдел, который выдает карты Со мной провели беседу По поводу поведения и режима секретности И в том числе упомянули квартирные выставки Бесконечные разговоры Потом танцы, выпивка Выставки, пироги А, мы же были даже на учете Ну там вообще был, конечно Клуб по интересам У них, по-моему, все вообще кто приезжал И все маломальские известные люди в городе Всегда у них были У них был и очень популярный Сегодня опять Виктор Цой У них в гостях был И Башлачев был И оставил там свою куртку Да, и эту куртку Рустам отдал своей племяннице Родной, которая живет в Новочеркасске Объединяло вот именно то И как Виктор Цой, и Саша Башлачев И мы здесь Такой тоже некий эквивалент субкультуры Мы все представители неофициального поколения Которое само создает культуру для себя И его потребляет Та же «Игла», которую мы сняли с Виктором Это не какой-то супер зашифрованный авторский фильм В основном он понятный на любом уровне Но мы делали то Такое кино, которого нет в кинотеатрах И мы его ждали в 60-х Мы его ждали в 70-х Ждали в 80-х Нет, нет, нет И пришлось самим снять его Для меня Лида Такой вот мостик, живой мостик Между культурой Такого русского советского авангарда К нашим дням Вы знаете, что есть Писатели для писателей Поэты для поэтов Вот она такой художник для художников Каждого человека она чувствовала Находила с ним правильную, нужную ноту общения И уже все любили Все ее любили У Лиды был очень аналитический Такой ум И открытость во вне, что ли Она никогда не говорила о себе Вот посмотрите, что я там нарисовала Оценить что-то и так далее Она всегда с огромным интересом Ко всем нам относилась Что ты делаешь Что ты делаешь Было такое чувство Что она просто что-то подсказывает А человек сам все это придумал То есть она его просто вот Как-то привела Вот такая вот Тихая экспансия Лида как-то она всегда в тени оставалась Вот мы, допустим, приходим К ним домой Всегда такая типичная картина Рустам стоит перед Мальбертом Очередную картину Лида приготовит чай Там нехитрый на столик Такой маленький Их двушка такая маленькая Вот И мы садимся и начинаем рассуждать И она говорит о Рустаме Она говорит о его живописи Она говорит о принципах Живописи, которые преследуют Рустам Что такой человек оказался Вот в нашей ситуации Невостребованным По-настоящему Потому что если бы был Такой вот развитый арт-рынок То вот можно было бы Ну вот найти сегмент Где бы она вот себя чувствовала Таким вот настоящим художником И не мастером официальных портретов Не как бы там мастером Мастером карандашных рисунков Мастером казахских или русских пейзажей А каким-то таким вот Настоящим художником И вот это вот на самом деле больно Ну она мне кажется В последнюю очередь думала о себе О своем месте А тем более когда бы пришел этот рынок Как Рустам говорил Вот те советские времена Мы знаем, что никогда ничего не изменится Ни сегодня, ни через 10 лет Ни через 20 лет и так далее И как бы и живет в такой Вот этой среде Которая стабильна И он находит там свое занятие И занимается этим И вдруг это все рушится И Рустам, разумеется Получает возможность выехать В Венецию Показать свои картины В более широком кругу Ценителей искусства и так далее Поскольку такого полноценного Арт-рынка не было То на какой-то вот Коммерческий успех Вот рассчитывать было невозможно А вот быть таким вот Своеобразным центром Сердцем художественной тусовки Это вот Отлично получалось И вот их квартира На новой площади Ее и Рустам Она была вот таким центром Где собирался народ Где сама просто разговаривали Просто смотрели Новые работы Там выставки устраивали Квартирные Это такой сильнейший момент Вот спонтанной Художественной жизни То есть он Фактически вот Изнутри шоу Он как бы внешними Какими-то обстоятельствами Не провоцировался Не инспирировался Все это шло Ну как бы от сердца От желания И все было Очень бескорыстно Вообще не думали Как реализовать И материализовать То, чем мы занимаемся Деньги Славу Какие-то Я не знаю Компании Структуры Музеи Так вот для них Обоих Это было неинтересно А вот когда он уже понял Что без этого нет Да и Ну оно просто случилось Я не думаю Что он про это думал Но оно происходило Тут крутилось Вертелось А Рустамовские эти сюжеты Там Дикий Там Восток И так далее Это все Абсолютно Он не мог Позволить себе Остаться Ну в андеграунде А он Потому что Вот этот ветер Перемен То есть Он вот так вот Всех сдернул Хальфин Хальфин В родной степи Как белый финн Среди равнин Среди долин Жил да был Как балбал один Мастер по имени Хальфин В ландшафте гор С горбинкой нос Свой божий дар Достойно нес В глазах огонь Карандаш в руках Кочевая традиция На устах Войла глина И вода Глыба бездна Глубина В кулаке твоя рука Пустота и пулата За каждой историей Скрывается другая история И вот как бы За историей Рустама Скрывается История Лиды Действительно Она генерировала идеи Постоянно У Лиды был Слишком широкий Диапазон Интересов И она не хотела Быть просто живописцем Просто архитектором Что кстати Очень раздражало Рустама Он хотел Чтоб она занималась Живописью Или графикой Что нужен какой-то Результат Она увлекалась Процессом Различных Видов Различных Практик Я интересовала Архитектура Кулинария Живопись Изготовление Сувениров Из чего угодно Начиная От гороха Каких-нибудь Сухих Оболочек Чего-то Кончая Более-менее Твердыми Драгоценными Литополиоценными У нее были Замечательные Коллекции Инструментов Всяких Для резки бумаги Картона Для обработки Гипса Камня Для линогравюры Для гравюры По жести Она вообще Любила эти вещи Причем Она покупала И самое главное Сделает Одно Две Три вещи И потом Все И отдает Кому-нибудь Потому что Ей уже неинтересно И так же Она была Увлечена Вообще Словом Откуда В общем-то У нее Пошла Собственно Страсть К поэме Поэма О кошке Она была Как некая Точка сборки Для себя Ее издали Мы В общем Друзья Составление И предисловие Сделал я Это был диалог Очень серьезный Очень глубокого Стихотворения Шарля Бодлера Кошки И Лида играет Появляется Поэма Ученая Кошка Стихотворения Нам довелось С ней работать Позже Уже И на картине Чужая белая рыба Соловьева И она очень активно Включалась Работная Огромное количество Принесла Костюмов Реквизита Даже какую-то мебель Она даже Вот эти часы Принесла Мне даже Крупным планом Нигде в фильме Их нет Но Была задача Создания Какой-то Правдоподобной Среды Абсолютно Документальной Среды Вплоть до часов Потом Когда съемки Закончились Сновились Часы забери Она говорит Пусть у тебя хранятся Вот я и храню Лида иногда Выставляла Свои работы Иногда нет Ну я помню Выставок Семь Восемь Да Ты мог В руках Американцев Иметь Намного Больше Шансов Крупнейшим В мире Стать Цветком Тебе бы Пчелы Оду пили И мед Твой Восхищенно Ели А здесь Под низким Потолком Ты скис В объятиях Моркови Иной Не ведая Любови Разрублен Грубо Твой Весок Ты отдал Бочке Лучше сок Нет Не оценит Твой посол Ни консул Важный Ни посол Ни лавра И ни дуба Лист Не осенит Тебя Душист Дремлив Дремлив Мой друг Пока Не вскроет Сильная рука Твоей Темницы Ода Капусти Лида Блинова 1989 Год А гендерный Аспект В ее биографии Я на эту тему Не думал А Ну давайте Вместе Просуждать Почему Получился Такой тип Человека С одной стороны Как я говорил Она сама В общем-то Готова Все отдавать Людям И взамен Не то чтобы Не требовать Но Не вырывать То есть У нее не было Такого ощущения Что вот я должна Вот допустим Вот как человек Чем-то Тем-то обладать Да И этим прекрасно Пользовался Хальф Который просто-напросто Ее объедал Использовал Ну как удобную вещь Как Во всех смыслах Не только Как вот хозяйка Которая моментально Сделает Пришедшим К ним домой Гостям Чай Увращение Но и человек Который в общем-то Действительно Близок К проблемам Которыми он сам Занимался То есть он Использовал Во всех смыслах И тут Гендерный аспект Заключается в том Что Она сама Ни разу Не поборолась За свои Вот эти вот Просто даже Человеческие права Накинула На спинку Кресло Черный свитерок И до встала И вот так Начала Вот это вот Я значит Щелкаю Сама не понимает Для чего Вот И так И эдак Рустам говорит Ты еще вот так Не делала Потом ушли Я в ванну Тогда еще Все это проявляю Бочок Вот эти кюветы Растворы И в ночь Сижу значит Стряпаю Все эти пальцы 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 фигуры Из пальцев И утром Значит Под утро Я нашлепала Это все На стенку Мокрые Эти фотографии Она говорит Посмотрела И побежала Им звонить И говорят Люди Это шедевр Орнамент Отсылка Вот Ну такой вот Информационной Глубинной Сверки Как и архаических И традиционных Как собственно Казахскому И в частности Вот сегодняшний день Поскольку это Инсталляция За столиком Которым она делала Свою Бижутерию Из пластика Обжигала ее В печке Делала Меланж Очень красивые Потрясающие были вещи Красивые Они тоже Чей-то разошлись Все уже Неизвестно где И основной Тезис был Не дать себя А заключить Она это так Объясняла Чтобы Не быть Связанными Ненужными И пустыми Какими-то Делами Ненужными Людьми Ненужными Обязанностями Отсекать от себя Все лишнее Шелку Чтобы Оставить Так сказать Только то Ненужными 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 И в те годы Как раз Все очень бедно Жили Она делала Украшения И их Ужигала Отчего И померла Она пластик Запекала В пятиметровой Кухне Вот Где дышала Эти Вот этой Фигней А потому что Хальфин Ей даже Денег Не давал На сигареты У Ив Клейна И у Армана Они рекликаются Полнота Пустота Это серьезно И метафизические Аспекты Там я не знаю Не только буддизма Может быть Да А здесь Вот на кухне У них родилась Полота След сжатой Ладони Создание Творения Включает сюда И полноту И пустоту В том глубинном Философском Метафизическом смысле И перекличка С художниками Арманом И в Клейном И вот Вот этот Быть на кухне Где игра Где все Есть игра Игра Вот в этой Космической игре Она была Постоянна Ну мне казалось Ну казалось Программа Программа Вопрос Когда Ну Ну У него В коне У меня же Жена Была Жена Лида Блинова Первый перформанс Сделала Опять Лида Блинова Прикалываясь Шутя Играючи Это было Это было В здании Союза Дизайнеров Вот как раз У Тимура Сулейменова Где был Первый перформанс И там было Она это сделала С художницей Из Голландии Анна Хеминстран Я не помню С луком И с пиалами Смотрите Ну тут как раз Создавалась галерея лук У Хальфина Она потом появится А просто Эта художница Пошла Купила Ну все стоят В очереди Готовят заготовки На осень Покупают мешками Лук И эта голландка Тоже с дуру Купила лук И она говорит Что мы будем делать И тут же Они превратили Это в перформанс Лук Потому что Вот эти Луковичные купола А это Вот таким вот Образом Отсылка К тому Чем занимался Хальфин В живописи То есть Вот эта Чашно-купольная Система Опять мы уходим В огромный Плаз культуры И живописи И живописи Модернизма Ученика Малевича Стерлигова Кто был Учителем Хальфина И вот этой Стерлиговской Чашно-купольной Системой Занимались С другой стороны Это целый Вот этот Православный Русский Иконопись Она берет Пиалу И ставит Вот на этом Перформансе Пиала А туда Помешана Голубой Покрашена Голубой Краской Вода И получается Вот этот Небо Купол Синий Перевернутом В виде Вот вам она Чаша Только чаша Реальная И чаша Реальная А пиала А она Сакральный Сосуд В традиционной Культуре А при этом Прикол и игра В современной Культуре И при этом Это Срабатывает Как бесконечный Символ Чаши Там Жажда Страдания Чаша Чаша Любви Чаша Познания Вот Этот Символ Начинает Работать Бесконечно Один Культурный Слой Другой И эти Слои Не просто Культура Человечества Ну это Еще и Ну вот Личные Какие-то Ну на кухне С этим И вот Ну и уже Не чаша Купол Которая Очень серьезно Очень духовно Очень глубоко Прорабатывается У Хальфина И вот Таким Вот Этим Игровым Моментом Вот В этом Перформансе У Лиды Блиновой Но Это Только Фон А тут Картина Холст Пустая Картина Там Еще Ничего Нету Просто Загрунтованный Холст И Бентоскопом Лида Слушает Слушает Биение Пульс Сердце Картины Понимаете Опять Игра Сердце Картины Сердце Художника Пульсации Вселенной И вот Здесь Как у Китайцев Ничего Нет А вот Теперь Вот Оно Проявится И она Так Убедительно Говорит Что Некоторые А точно Что-то Там Вроде Как Стучит Больше До Этого Не было У нас Еще Перформансов Там Вот Инсталляции По крайней мере Чтоб На Людях Вот Так Среди Художественной Тусовки Определенной Это Вот Так Вот Делала Много Смыслового Много Уровневого Но при этом Игра Легкая Веселая Ну Вот Это Лида Блинова